Ёлочный круговорот. В Подмосковье проходит экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке». В нашем регионе она проводится уже третий год. Суть проста. Ёлку нужно принести в специализированные пункты для переработки. Где ждут хвойные деревья от люверчан и какова дальнейшая судьба ёлок в сюжете Григория Ворванина. В пункт приёма ёлок люверчанин Павел Барабашин новогоднюю красавицу приносит третий год подряд. Живёт хоть и не рядом с этой площадкой, но всегда находит время, чтобы сдать ель именно сюда. Павел считает, это самый рациональный способ расстаться с деревом. Действительно подарить ему вторую жизнь. Ну а почему сейчас выбрасывать, а не в середине февраля, как некоторые делают? Китайский Новый год встречают. Нет, мы не встречаем китайский Новый год. У нас это всё как положено. Мы также не остались в стороне и привезли ёлку, которая на протяжении нескольких недель украшала редакцию и дарила аромат хвои. Подарим ёлке вторую жизнь. В этом году в городском округе открыто 12 пунктов, куда можно принести ёлку. Точные адреса размещены на сайте Люберц РФ. За первые дни экологической акции люберчане принесли сотни елей, сосен и пихт. Ёлки все повезут на сортировку, после чего будут отвозиться на КПО «Восток». На КПО «Восток» там уже будет работать дробилка, всё это будет дробиться. Будет уже использоваться в качестве компоста, при посадке новых деревьев и так далее. Во время предыдущих акций по сбору елей жители Подмосковья сдали 10,5 тысяч деревьев. Немалую лепту внесли и люберчане. Ожидается, что в 2021 году количество сданных новогодних красавиц будет ещё больше. Подарить ёлке вторую жизнь можно до 15 февраля. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.